Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гарантия выплаты по стабильному счету с капитализацией заключалась в том, что источником дохода были именно стартапы или проекты Amir Capital. Что будет источником дохода по стабильному счету на данный момент? На самом деле по стабильному счету доход обеспечивает тот же трейдинг. Я просто приводил пример восьмилетнего депозита в плане, что мы можем использовать деньги стабильного на развитие проектов. И доходность от проектов превышает доход от стабильного. И соответственно если мы плохо будем торговать и не принесем дохода по стабильному в части торговли, то по крайней мере развитие наших проектов и их капитализация и их доходность компенсирует или перекроет доходность по счету стабильному. Это как диверсификация и как запасной парашют, запасной вариант, так сказать. Я его на презентациях показывал в качестве примера. И мы очень редко прибегаем к использованию денег счета стабильного в проектах. В проектах мы используем в основном прибыль компании, управляющей компанией Амирфинанс и привлекаем дополнительно инвестиции уже на продажи доли этих проектов. И вот сейчас мы в Амирволют делаем первый прецедент на продаже токенов проекта. И этих в принципе денег достаточно для того, чтобы развивать проект. А по счету стабильному доходность приносит трейдинг. В кошельке 2.0 стабильный счет также останется. Все верно? Да. И мы сейчас научились торговать на биткоине и эфириум. То есть мы как и раньше умеет торговать. Что значит научились? У трейдеров есть такое, что основная валюта базовая считается как бы USDT. И те трейдеры, которые к нам приходили, новички в кавычках условно, они все-таки опирались в основном на преувеличение и промножение базовой валюты USDT. И мы изначально сразу давали счет накопительный по биткоину и эфириуму. И кто с нами уже более 4 лет, они исторически могут отследить, что по биткоину и эфириуму у нас доходность сильно отставала от доходности по USDT. И все равно трейдеры же тоже люди. И для них, скажем так, опорная валюта являлась USDT. И мышление было все заточено под USDT. И со временем, за 4 года мы совершенствуемся. И соответственно мы понимаем, что биткоин, эфириум, он также может являться базовой валютой и его можно приумножать точно так же, как и USDT. И если заметили, то последний год, даже может быть более года, мы по доходности, вот биткоин, эфириум и USDT по доходности практически одинаково. Ну то есть вот это я и называю, что мы научились торговать по отношению к базовой валюте. То есть когда мы торгуем биткоином, то есть у нас депозит в биткоинах, то мы приумножаем биткоин. Биткоин является базовой валютой. И мы можем торговать через USDT, через какие-то альткоины, но наша задача приумножать биткоин. Это я, наверное, сравниваю, когда ты джонглируешь. Вот на одном из наших мероприятий наш партнер, Майк Смайл, он показывал такой, как скажем, аттракцион или трюк. То есть он джонглировал разными предметами. То есть он феном, ботинком, там еще какими-то предметами. Но предметы, они абсолютно разные. И при этом он успешно джонглировал пятью предметами и делал это продолжительное время. И для этого нужен определенный навык. И, соответственно, мы могли, например, пятью кеглями джонглировать. Ну то есть USDT. А сейчас научились сразу джонглировать тремя, скажем, биткоином, эфириумом и USDT. И в скором времени, наверное, будем дополнять еще другие валюты. И, соответственно, также успешно их приумножать, торгуя на бирже. И мы, вот научившись, так сказать, добавили в биткоин. Тут же вопрос какой? Чтобы в течение восьми лет мы могли, скажем, давать ту задекларированную доходность, которую мы объявляем на восемь лет. То есть это очень ответственно, когда ты открываешь депозит, и ты должен продумать, просчитать это на восемь лет вперед. И это достаточно такой амбитозный, такой, можно сказать, рискованный шаг с нашей стороны. Мы очень долго к нему готовились, то есть семь раз отмерили. И после этого отрезали, так скажем, предложили уже в качестве готового продукта для нашего инвестора, клиента. И, соответственно, мы открыли стабильный счет в биткоинах с капитализацией и без капитализации. И стабильный счет в эфириуме наравне с USDT. И дали ту ставку вознаграждения, которую на восьмилетнем периоде с большой долей вероятности будем удерживать. То есть мы, соответственно, те договора, которые заключаются в моменте, мы до конца, даже если рынок как-то изменится, мы будем хуже торговать или еще что-то, по договору мы будем уже обязаны до конца периода по договору. Ну, понятно, Марата Мертьевна, вы хорошо уже объяснили, все прям понятно. По полочкам разложили, на самом деле уже новую информацию на сегодняшний день, о которой мы не знали. Так, ходят слухи, что на территории Российской Федерации закроют Google сервисы, а на почту приходят пароли подтверждения устройства, и многие инвест-партнеры пользуются Google аутентификатором. Поможет ли в данном случае VPN и рекомендуете ли вы заменить почту Яндекс на Яндекс или иную в личном кабинете? Недавно мы, наоборот, осуществили переход с Яндекса. У нас корпоративная вся почта, вот Amir.Capital, она была привязана к сервису Яндекса. И у нас вот произошел сбой, и мы до сих пор не можем понять, в чем причина. То есть, это, скажем, на стороне Яндекса определенная причина. И, соответственно, мы можем принимать почту, но рассылать и отправлять не можем. И, наоборот, мы осуществили такой большой переход от Яндекса в Google. Касательно санкций, которые могут привести к тому, что Google может отказать в обслуживании, наверное, такой риск существует. Соответственно, они дадут какой-то срок или дадут какие-то альтернативные решения, чтобы не в одномоментное отключать, а сделают заранее предупреждение о том, что какие-то сервисы для граждан, для физических лиц могут не предоставляться какие-то услуги. Естественно, мы сейчас продумываем какие-то альтернативные варианты. И у нас действительно возникал вопрос по оплате этих сервисов. То есть мы до сих пор пользуемся серверами Google, Amazon и других западных поставщиков. И оплачиваем. И вот в связи с санкциями были определенные трудности, но мы нашли варианты выхода. И до сих пор на сегодняшний день обслуживаемся на серверах Google. Если говорить о корпоративных аккаунтах, о нашей деятельности, то мы, во-первых, Эстония. То есть у нас юрисдикция Эстония. И я предполагаю, что возможно это может нас не коснуться. То, что касается физических лиц, естественно, мы по мере возникновения проблемы, так скажем, будем давать какие-то свои рекомендации по поводу смены провайдера, почтовика. То есть перехода или на Rambler, или на Яндекс, или на Mail.ru. Сейчас сложно говорить. Стоит ли суетиться на сегодняшний день или все-таки пока не стоит суетиться? По крайней мере, какие-то знания, какую-то информацию стоит прошерстить, чтобы быть готовым к каким-то поворотам. Ну, если такая необходимость возникнет, по крайней мере, мы к этому будем уже готовы. То есть уделить какое-то время и какую-то часть информации поизучать. В любом случае, если вдруг будут какие-то переменные, я надеюсь на то, что нас уведомят все-таки в официальных каналах. Да, это в одночасье не делается. Это уведомляют обычно за месяц, за два вперед. Я не думаю, что Google по отношению к физлицам будет какие-то прям очень совсем жесткие меры. Марат Амирович, но на сегодняшний день слишком много жестких мер, поэтому лучше подготовиться все-таки ко всему. Даже многое, чего мы не ожидали, это произошло. Поэтому как бы на всякий случай лучше подготовиться. Да, безвыходных ситуаций не бывает. Даже мы вот в оперативном порядке успеваем производить какие-то определенные оплаты. Даже бывает, что иногда перед фактом. Но здесь, наверное, больше наша ошибка в плане, мы об этом слышали, но просто где-то руки не доходили. Или тоже думали, что это просто слухи. Наверное, они в итоге, когда мы перед фактом сталкиваемся уже с конкретной проблемой, что я, например, не могу со счета Тинькофф отправить на наш счет Амир Кэпитал, на наш счет валюту. То есть у нас там есть оплата, у нас есть DevOps Engineering, и в этом плане есть аутсорсинговая компания. Очень такая важная часть в обслуживании наших серверов. Это очень высококвалифицированные специалисты, очень высококвалифицированная работа. И мы не стали взращивать специалистов на своей базе. Мы пользуемся услугами аутсорсинговой компании, которые находятся на территории России. Но у них условие, что мы должны обязательно оплачивать перечислением. А мы, как эстонская компания, открыли счет в английской юрисдикции и в прибалтийской юрисдикции. У нас два расчетных счета. И, соответственно, мы пополняем из России эти счета в евро из России, а потом с этих счетов, то есть из Англии, оплачиваем в Россию. И мы столкнулись с тем, что мы, во-первых, из России не можем пополнить свои счета в Англии. И даже какими-то, если мы обходными путями можем пополнять наши счета за рубежом, то есть в Фрибалтике, в Англии, то после этого мы не можем оплатить наших аутсорсеров из Англии. Так как там SWIFT отключен, то есть в связи с внедрением вот этих санкций. И, слава богу, и поставщики наши идут навстречу, то есть ищут какие-то альтернативные варианты. Мы придумываем какие-то альтернативные варианты. Конечно, скажем... Самый альтернативный вариант – это оплата в криптовалюте. Да, мы, скажем, настаиваем, предлагаем такие варианты. Но, к сожалению, пока еще не все соглашаются. То есть людям надо закрывать бухгалтерию, надо выплачивать заработную плату. То есть там же тоже в компании много людей в штате и так далее, и так далее. И не все еще соглашаются, но уже какие-то сподвижки есть. То есть вот несколько наших партнеров, они уже согласились. То есть у нас много аутсорсинговых таких сервисов, например, там, смс-ки, там, почтовые рассылки, ну, и так далее, и так далее. То есть все хотят оплату переселением, все хотят оплату в рублях. Но главное, чтобы вы нашли варианты на сегодняшний день. Но все равно варианты... Да, мы в компаниях, где-то на западе находится. И вот в этом как бы мы столкнулись с какими-то сложностями. Но на сегодняшний день нашли решение, и слава богу... Ну, хорошо. Переходим к следующим вопросам. Деньги из накопительного на кошелек пришли через час после заявки. Как такое может быть, если они в работе у трейдеров? Деньги из накопительного пришли через час... На кошелек через час после заявки. Как такое может быть, если они в работе у трейдеров? На самом деле все деньги сядут в работе у трейдера. Но так как у нас нет вывода на внешний кошелек получается, то все равно получаются деньги в работе. Это просто внутренняя учетная политика, так скажем. И, соответственно, мы уже внутренним учетом закрываем вот эти все перемещения и подсчитываем ту же, например, доходность. Например, с понедельника по воскресенье мы начисляем определенную доходность. И когда человек ставит заявку во вторник, то так как у нас не было вывода на внешний кошелек, мы последние 2-3 недели обрабатывали заявки на вывод моментально. В связи с тем, что у многих была потребность в покупке токенов, еще какие-то задачи стояли. И, соответственно, у нас не было смысла держать или выдерживать все регламенты. И мы начали обрабатывать заявки сразу в момент их поступления. Так как в любом случае все деньги были в трейдинге. А вот эти перемещения уже за счет внутреннего учета считаются. То есть база сама, система так настроена, что она начислит вам доход на полную сумму. Например, с понедельника по воскресенье у вас там меньшая сумма. А вот с понедельника по факту, например, в среду у вас деньги вышли, то на те деньги, которые вышли, доход начислится с понедельника по среду. То есть внутри системы это автоматизировано и работает на сегодняшний день, слава богу, хорошо. Так, следующие вопросы про выводы. На дайджесте не была озвучена сумма, насколько уменьшился кассовый разрыв за неделю. Есть ли конкретные цифры? Есть цифра на прошлый понедельник. Это чуть более 62 миллионов. И, естественно, на сегодня немного рынок подрос. И он тоже влияет на уменьшение кассового разрыва. Мы просто на этот понедельник, в связи с переносом денежных средств с кошелька на накопительный, мы не стали, с технической точки зрения, мы побоялись, что произойдет залипание системы. А я говорил, не говорил, что кошелек мы открыли. Сейчас уже буквально несколько часов идут тесты, и уже люди могут... Нет, мы еще до этого момента не дошли. Этот вопрос был впереди. Давайте тогда про кассовый разрыв все-таки вы мне скажете. То есть на этой неделе вы цифры конкретные не озвучите, но озвучите только в следующий понедельник? Да, мы в следующий понедельник огласим доходность за две недели сразу. То есть трейдинг идет, торговля осуществляется. И на понедельник мы не стали подводить итоги, так как в понедельник мы бы не смогли сделать начисление, потому что происходил перенос, то есть скрипты были запущены. Чтобы долго это не затягивать, мы решили сразу это запустить. И даже если бы мы сегодня это сделали, то в связи с открытием кошелька и плюс мы бы запустили начисление, то возможно произошла бы большая нагрузка на систему и могли бы произойти какие-то сбои. И вот из всех зол было принято решение, что мы на этой неделе не будем объявлять доходность, а на следующей неделе объявим сразу доходность за период две недели. То есть прибыль никуда не делась. Но тут интересует же всех не только прибыль, но и, соответственно, кассовый разрыв, насколько он уменьшился. Потому что, к примеру, есть рекомендации от инвест-партнеров. Можно заморозить депозиты на какой-то период времени, но дать инвесторам выводить доход. Или вычесть разрыв со всех счетов и открыть выводы сразу. То есть поэтому большинство, конечно же, интересует еще сколько уменьшится. Большое спасибо. Вот и в личку мне пишут очень много ребят. Я всех хочу поблагодарить за подсказки. Очень многие подсказки действительно мы берем на вооружение, очень полезные. И вот, скажем, мы учитываем все эти подсказки и на основании этого принимаем решение. На сегодняшний день вы можете уже озвучить рекламент на вывод? Только если он, конечно же, уже конкретный. Или еще нет? Да, в связи с задержкой запуска кошелька нам нужен еще такой тестовый период. Сейчас на самом деле мы открыли кошелек. Все полноценно, все функции работают. Но пока еще это период теста. То есть что-то может еще сбоить или неправильно работать. И мы не стали, скажем, рисковать. Даже, ну вот я подготовил объявление, что 30 марта мы постараемся. То есть у нас сейчас вилка с 30 по 1 марта будет запущена функция принятия заявок на вывод с накопительного в кошелек. И, соответственно, так как кошелек открытый, вы дальше можете выводить на внешний, можете менять на рубли, тенге, гривну и белорусский рубль. Ну, также киргизский сон. У нас уже география очень сильно расширилась. То есть вы можете... Также у нас работает P2P-сервис. И, соответственно, уже, может быть, не надо куда-то гнать на Binance. Это вы сможете сделать у нас внутри кошелька. И мы сейчас первые несколько дней будем отлаживать работу текущую. То есть конвертация, переводы и так далее. И, соответственно, чтобы не происходила накладка с заявками, мы решили прием заявок отложить чуть попозже. И, соответственно, по регламентам тоже у нас в связи с задержкой запуска кошелька все силы и вся концентрация была именно на этом. И принять какое-то полноценное решение по регламентам. Ну, просто, может быть, не было и времени, и... То есть не было каких-то окончательных цифр. Вот сейчас мы запустили кошелек. Соответственно, ребята немножко выдохнут. И с завтрашнего дня мы начнем уже прорабатывать какие-то определенные шаги последующие. И в техническом плане, и в финансовом плане. И сейчас вот на сегодня принято решение, что 30-го мы огласим или запуск... Вот точно так же на Криптомире запуск приема заявок, или огласим, что это будет 1 апреля, там, со стольки-то часов, и регламент обработки заявок будет такой-такой-такой. То есть он может измениться, он может измениться, регламент. То есть раньше на вывод, к примеру, ставили в воскресенье, до 500 долларов приходило во вторник, до 1000 долларов в четверг. Во-первых, все равно в любом случае, даже если открываются выводы, регламент финансовый, он будет на вывод. То есть либо 500, либо 1000, какая-то сумма определенная будет. Да, на время, скажем, антикризисных мер, он будет исключительный. То есть мы не будем опираться на тот регламент, который был ранее. Ну, возможно, какие-то элементы мы будем оттуда использовать, но он будет такой, ну, исключительный, так скажем. Мы до сих пор там спорим о справедливости в плане, там, ну, проценту по доходу это приравнивать или все-таки ограничивать по сумме. Смотрим на какие-то финансовые результаты и финансовые возможности в текущем состоянии. То есть также там работаем. То есть кассовый разрыв, он же уменьшается не только за счет антикризисных мер, он уменьшается и за счет рыночных условий, и за счет продажи токенов, да, там, за счет продажи долей. Вот на сегодняшний день токенов продано уже на 25 миллионов, это более 5 миллионов долларов на сегодняшний день продано токенов. Это тоже влияет на уменьшение кассового разрыва. И на миллион долларов мы уже продали долю. Это тоже влияет. И сейчас с запуском кошелька мы будем принимать ряд каких-то маркетинговых шагов, где тоже будут такие очень достаточно привлекательные предложения для инвесторов. И те, кто еще сомневался, покупать, не покупать, мы уже сейчас готовы к полноценной большой, хорошей презентации очередной токена и дополнительной порции мотивашек для того, чтобы принять решение в эту пользу. И, соответственно, с запуском кошелька тоже очень много функций будут доступны для конечного инвестора и все это в совокупности повлияет на регламенты, на сроки и так далее. Ну и в дальнейшем это прям в динамике, мы хотим рассчитать так, чтобы с каждым разом это все улучшалось, увеличивалось, рассчитать силы, чтобы нам, скажем, хватило и денег, и времени обслуживать всех желающих и так далее. Марат Амирович, я правильно поняла, что на сегодняшний день, по поводу кошелька я хотела уточнить, то есть на сегодняшний день произошло уже полноценное разделение Амир Валет и Амир Финанс. И на сегодняшний день все деньги, которые будут поступать в Амир Валет, они не будут переноситься в Амир Финанс. Можно в любой момент завести, в любой момент будет вывести средства. То есть полноценный кошелек, каким он должен быть. Совершенно верно. Наверное, еще часа три нам потребуется. То есть мне вот технари объясняли, я долго их пытал. Вот на момент отключения наш ресивер, он отстал от основных блокчейнов, там, биткоина, эфириума. И сейчас после включения есть небольшое отставание. То есть вот если вы прямо в моменте сейчас отправите деньги, они могут не сразу отразиться на вашем счете в кабинете. И если вы захотите сразу же протестировать, вывести эти деньги, вот ближайшие три-четыре часа это будет, ну, не моментально, так скажем. То есть вы пополните кошелек, ну, должно пройти какое-то время, там не менее часа, чтобы потом вы могли поставить заявку на вывод. Да, произошло полноценное разделение, соответственно, деньги, которые вы сейчас уже пополняете кошелек, они никоим образом, ну, скажем, не будут замораживаться. Или там, если на то вы сами, скажем, не примете решение, то в дальнейшем эти деньги свободно можете выводить, свободно заводить. Кошелек, он будет работать именно в режиме кошелька. Я просто попрошу опять в очередной раз в официальном канале сделать объявление о том, что сейчас тестовые режимы, могут быть задержки на ввод. Вот, чтобы люди знали, а когда уже все полноценно заработает, еще раз объявление сделать, что все хорошо работает и можно в моменте прям заводить. Да, я, может быть, даже попросил ребят как бы потестить. Это нам поможет выявить, ну, вот какие-то свои недостатки и, соответственно, там быстро их исправить. И кошелек, можно сказать, работает. Единственное, ну, вот ближайшие, может быть, пару-тройку дней могут быть какие-то, ну, плюс-минус час, два часа, там, какие-то задержки. Но по факту он работает. И, соответственно, чем больше сейчас людей будут пользоваться кошельком, тем быстрее мы, ну, наладим его, там, полноценную работу. И, да, и сейчас вот в течение трех часов, как ресиверы догонят, наши ресиверы догонят блокчейны, синхронизируются и, ну, вот эти все операции будут идти намного быстрее. То есть сейчас открыта конвертация, сейчас открыты переводы по e-mail и телефону, да, там, сейчас открыто P2P-сервис, да, там, и вот вывод. Без ограничений. Можно я еще раз повторю, чтобы люди поняли. Ребят, это не те деньги, которые вы выводите из накопительного. Это те деньги, которые вы заводите с биржи. Вы их можете завести, внутри перевести другому человеку по почте, либо по номеру телефона. Можно также продать на P2P-площадке. Но не те деньги, которые вы выводите из накопительного. То есть на сегодняшний день из накопительного еще нет регламента на вывод. Будет озвучен в среду на криптомире. Сейчас все средства перенесены в управляющую компанию Амерфинанс, у которой есть продукты накопительные и стабильные. Да, все средства находятся там. И регламент по выводу с накопительного и стабильного на кошелек 30-го будет оглашен. И, соответственно, прием заявок мы объявим срок или с 30-го, или с 1-го числа. То есть у нас вилка с 30-го по 1-е апреля. Там зависит от тестов самого кошелька. Там есть, может быть, мелкие технические какие-то задачи, которые надо будет доделать по синхронизации управляющей компанией кошелька. И, соответственно, мы 30-го числа объявим. Ребята, все, через час можете вставить заявки на вывод. Да, и регламент такой-такой-такой. Регламент сумма какая-то, либо процент от доходности. Все будет озвучено уже 30-го числа. И время на обработку заявки такое-то, такое-то. Так, следующий вопрос. Остался месяц на покупку токенов АВТ. Судя по объемам продаж на данное время, большая часть токенов останутся непроданными. Что будет после 29-го апреля? Да, мы осознанно приняли такое решение и уверены в том, что цена в ближайшем. То есть, мы листинг на бирже произведем в июне. То есть, вот такой среднесрочный план. В июне уже будем на нескольких биржах торговаться токенов АВТ. И мы подготовились к этому и хотим стартовать с цены уже 25-30 центов. И, соответственно, в ближайшие несколько месяцев ожидаем повышения цены. И для этого уже все инструменты подготовлены. То есть, действия, план составлен. И уверены в том, что цена повысится до 60 центов минимально в течение ближайших шести месяцев. И, соответственно, оставшиеся непроданные токены нам выгоднее уже продавать на биржах. Есть определенный план развития. Я сделаю отдельную презентацию именно по родмэпу токена. По родмэпу кошелька AmirWallet 1.0. По родмэпу кошелька AmirWallet 2.0. То есть, естественно, AmirWallet 1.0 мы тоже будем улучшать, добавлять какие-то дополнительные сервисы. Но это будет до какого-то ограниченного времени и до ограниченного технического момента. Основные силы будут брошены на разработку и запуск AmirWallet 2.0. И вот на отдельной этой презентации я как раз подробно и расскажу, что мы в ближайшие сроки планируем сделать AmirWallet 1.0. Что будет AmirWallet 2.0 и какие-то все сроки будут происходить. И, соответственно, по жизни токена, то есть по родмэпу токена. И, соответственно, какие меры будут предприниматься и почему он будет расти в цене. Какие действия приведут к тому, что он... То есть в ближайшее время мы от вас увидим презентацию по ROG MAP. Да, я думаю, даже это может завтра произойти. Сегодня у нас такой действительно хороший день. Праздничное настроение. Да, лично у меня он начался в четыре утра с хороших новостей. И вот по сегодняшнюю минуту, скажем так, только хорошие новости. То есть и ребята с IT-департамента буквально там в онлайн-режиме докладывают какие-то наши успехи. И у нас серия планерок была с девяти до часу по разным проектам. И они тоже радовали своими прорывами в развитии уже непосредственно проектов. И вот сейчас, наверное, я хочу быстрее, скажем так, присоединиться к команде айтишников и последние новости узнать, как проходит запуск нашего кошелька. Я думаю, что через 20 минут у вас будет такая возможность присоединиться. Но пока давайте ответим еще на вопрос. Типа того, что два часа полет нормальный. И, соответственно, уже, может быть, перейти к следующим шагам, которые мы запланировали по улучшению работы кошелька. И, соответственно, завтра я оглашу уже какие-то наши дальнейшие шаги. То есть мы открыли вывод, вот это вот работает. И вот через неделю вот это еще будет, еще через две недели вот это будет. Ну и так далее, и так далее. То есть вот планируем, дай бог, вот на следующей неделе уже будут выводы с накопительного на кошелек. Ну и, как я уже говорил... Анатолий Анатольевич, пока доходность будет начисляться в накопительной, пока идет антикризная программа, соответственно, невозможно будет сделать реинвестирование на кошелек. Ну, точнее, отключить реинвестирование. Я могу уточнить у ребят, каким решением они это сделали. То есть на сегодняшний день вся доходность будет идти на накопительный. И даже если вы захотите изменить, то вы это не сможете сделать. То есть ребята каким-то образом эту функцию заблокировали. Я могу уточнить, каким образом. То есть вот этот бегунок по реинвестированному, он просто заблокирован. И все направлено на накопительный. Кстати, еще одна хорошая новость, что мы сделали начисление по доходности. Можете проверить свои личные кабинеты. Мы сделали начисление по доходности за продажу токенов. То есть все, что было до 2021-2022 года. А где смотреть эти начисления? А в счете накопительный заходите и прям строчка. Там будет прям за начисление, партнерские начисления, да, будет строчка. Да, первая, вторая, третья. Ну я, по крайней мере, в своем личном кабинете проверил, у меня все начислилось. Ну и когда ребятам мне рапортовали, что все начисления произведены, кто продавал токены, соответственно, в чьих структурах ребята покупали токены, проверьте свои личные кабинеты. В счет накопительный произведено начисление в валюте продажи. То есть если токены покупались за биткоин, то начисление вам пришло в биткоинах. То есть вы заходите в счет накопительный, заходите в биткоин и смотрите. Ну вот сегодня это произошло, сегодняшние начисления. Но у меня просто были там начисления и по счету стабильному от структуры, так скажем. И, соответственно, оно перемешалось, и мне в USDT пришлось там проматывать какую-то. Понятно, в любом случае, я думаю, что все промотают и найдут, обязательно проверят. Да, а по эфиру и биткоин у меня, да, на первой прям странице было, я там посмотрел и тоже обрадовался. Давайте к следующему вопросу, то еще вопросов много. Можете ли доказать или показать или как-то проверить, что деньги есть в фонде и работают на закрытие кассового разрыва? Возможно, независимые инвест-партнеры могут это увидеть или возможно ли могут это увидеть независимая группа инвест-партнеров? Да, я уже много раз как бы об этом говорил. Это добавляет нам и уязвимости, и к какому консенсусу мы пришли. То есть, есть партнеры, которые, ну скажем, продвигают не только наши услуги и, соответственно, вот наши трейдеры сейчас работают в разных компаниях, да, их условно говоря переманивают. В целях воспитания, взращивания я применяю более жесткие меры по развитию профессиональных качеств наших трейдеров. И мне не обязательно, чтобы они меня любили, мне, наверное, обязательно, чтобы они давали результат. Ну и, естественно, есть какие-то обиды, недовольства и так далее. И есть партнеры, которые поднимают вот эти вопросы и, соответственно, скажем, они работают в нескольких компаниях. Они, ну, может быть, и там, скажем, с большого экрана сильно критикуют там сетевой маркетинг, да, там, неуважительно относятся там к партнерской программе. На самом деле они работают в нескольких там компаниях, ну, имеется в виду как в продвижении, да, и они являются харизматичными, сильными лидерами, да, там, и за ними идут народ, да. И, соответственно, таким людям новые компании, которые появляются на рынке или там компании, которые, ну, испытывают какие-то определенные трудности, они, ну, дают какой-то дополнительный бонус, чтобы, ну, те, скажем так, переманивали или приглашали там партнеров, да. Соответственно, когда они получают доступ к такой информации, естественно, это прибавляет к какой-то уязвимости. Эту информацию можно передернуть, ну, скажем, показать в каком-то, ну, неприглядном свете, да, там, другой аудитории. И здесь вопрос как бы доверия, ну, там, обоюдного доверия. То есть есть, я понимаю, есть недоверие инвестора, да, там, компании, на самом деле существуют ли деньги, покажите. И есть в обратную сторону недоверие, то есть, насколько эта информация будет, ну, злоупотребляться, ну, тем партнером, который, ну, будет иметь доступ к этой информации. И мы нашли консенсус. То есть, вот, в продаже доли мы сейчас меняем систему управления, да, там, и холдинга в целом, и непосредственно каждым проектом. И в каждом проекте будет наблюдательный совет. В частности, в Амир Волите, ну, вот, в презентациях, может быть, кто уже видел, что люди могут объединяться в пулы. То есть, они покупают, например, долю на тысячу долларов. И в сумме эти люди, объединившись, достигая, там, одного процента, они могут своего представителя назначить в наблюдательный совет. И именно, вот, член наблюдательного совета будет иметь полный доступ к, ну, вот, этой информации. Соответственно, то есть, он несет ответственность, ну, скажем, перед, ну, своей большой аудиторией, да. И если завтра какие-то злонамеренные действия будет производить, что приведет, ну, скажем, ну, плохим последствиям для компании, то, соответственно, скажем, частично ответственность будет лежать на члене наблюдательного совета, да. Соответственно, если ты хочешь, там, ну, иметь доступ, там, к информации, соответственно, возьми на себя какую-то часть ответственности, да. И если ты завтра ею злоупотребишь, то ты тоже будешь, ну, виноват, ну, в какой-то, ну, скажем, ну, неуспешно. Ну, не очень хорошая ситуация. То есть, на сегодняшний день в Амир Валет-1 мы не увидим прозрачную картину, а в Амир Валет-2 в ближайшее время будет прозрачная картина. И те, кто находится в Совете управления, ну, как, Совет директоров, не хочется сказать Совет директоров, в наблюдательном совете, те будут, соответственно, знать информацию о состояниях, о счетах. Да, они будут иметь полный доступ к абсолютно всей информации. И исполнительный орган, он будет полностью под отчетен наблюдательному совету. И все резервные фонды, все счета, они будут под контролем наблюдательному совету. И даже, ну, вот токен сел, который мы сейчас делаем, и вот вопрос задавали, что не все токены будут проданы. Да, мы, ну, по нашим, по моим расчетам, что к концу апреля мы где-то около 100 миллионов токенов реализуем. У нас общие выставлены на продажу 250 миллионов, соответственно, 150 миллионов мы уже будем продавать на вторичном рынке, то есть после кейстинга бирж. И, соответственно, в какой момент, по какой цене продавать, да, это будет с разрешения наблюдательного совета. И, соответственно, дальнейшее использование этих средств, то есть вырученных средств с продажи токен села, это тоже решение будет за наблюдательным советом. И исполнительный комитет, он, конечно, будет представлять какие-то варианты, так как он непосредственно находится в оперативке. А наблюдательный совет, ну, просто голосованием будет принимать какие-то определенные решения. Пользуюсь своим служебным положением, так как я ведущая, еще раз хочу сказать, что я хочу наблюдательный совет. И кто не знает, за кого проголосовать, можете голосовать за меня. Я буду перед вами отчитываться о состоянии счетов Амир Валет 2. Так, Марат Амирович, следующий вопрос. Так как USDT является централизованным стейблкоином, появятся ли в кошельке 2.0 децентрализованные стейблкоины, такие как DAI, USDT? Думаю, да. Мы готовим сейчас большую презентацию Solar Chain, и, соответственно, какие-то решения будут. И, соответственно, у нас будет Solar Wallet. И первым проектом, который будет в таком полномасштабном объеме реализован на Solar Chain, это Solar ID. Я думаю, в ближайший месяц мы представим большую презентацию. И, соответственно, те, кто хотят какие-то децентрализованные решения, децентрализованные монеты и так далее, да, сейчас они набирают популярность. И, скорее всего, и в Амир Валете, и в Solar Wallet эти монеты будут появляться. Ну и в обратную сторону тоже. То есть наши монеты будут появляться на децентрализованных биржах и так далее. Ну и это все в планах есть. И с запуском Амир Эксченджа, который мы планируем где-то на июнь месяц, это решение. То есть в Амир Эксчендже оно так и так будет. Ну и, соответственно, будет white label Амир Эксченджа внутри Амир Валета. И наоборот, будет white label внутри Амир Эксченджа. И при вот этой интеграции, соответственно, многие монеты, которые есть в Амир Эксчендже и на бирже вообще в целом, они появятся в Амир Валете. То есть вы планируете биржу Амир Эксчендж к июню? Я правильно услышала? Рустам как-то так декларировал. Более точно он, наверное, расскажет на своей презентации. Я так могу спойлерить, что летит уже практически на стадии вот-вот запуска. И летит, наверное, мы даже в ближайшие пару недель можем услышать. Ну давайте не будем раскрывать карты. Пусть все-таки Рустам сам об этом расскажет. Да, Рустам прям готовится. Да-да-да, не будем. У меня вопрос, знаете, по SolarChain. Будет ли у нас возможность купить ноды? И SolarChain проект, он вообще будет доступен для всех инвесторов все-таки? Да, да. И я думаю, что даже это может произойти до окончания закрытия продаж токенов АВТ. Возможно, мы закроем продажи токена АВТ и откроем продажи продуктов SolarChain и SolarID. То есть май у нас будет посвящен SolarChain, а июнь будет посвящен Амерэксченджу. Понятно. Карты раскрыли немного. Марат Амирович, как Вы вообще видите рынок сейчас на сегодняшний день? Оптимистичные появились предпосылки, прогнозы и вся команда в один голос очень оптимистично смотрит на развитие рынка в целом. То есть, ну, ожидаем там роста к 52, но это в таком среднем сроке. Средний срок это сколько? Месяц, два, три, четыре? Я думаю, ну, в апреле мы уже сможем увидеть цену там 52-59. Ну, где-то вот в этом диапазоне. Но это, скажем, общее мнение команды. Я, ну, скажем так, ну, менее такой позитивен в этом направлении. То есть я ожидаю, у меня, ну, мои ожидания роста, наверное, такого большого роста к июню. То есть, ну, большинство вот ребят в команде лонгуют и ожидают уже в апреле цену 52 плюс, ну, там, рассматривается диапазон от 52 до 59. Марат Амирович, если все-таки будет диапазон 52, 53, 54, мы сможем действительно перекрыть весь кассовый разрыв? Или все-таки все равно какая-то часть еще останется? Я думаю, да. Вот в связи с этим у нас вот этот оптимистичный настрой по токен-сейлу, что мы уже, скажем, ну, не сильно переживаем по поводу, продастся ли токен, не продастся. То есть, даже наоборот, выгоднее, чтобы там меньше продалось, чтобы потом мы продали это по более дорогой цене. То есть, это комплекс мероприятий того же Летита, Мирэксченджа, комплекс мероприятий, ну, специалистов именно, которые будут заниматься продвижением АВТ с биржами, да. И вот тем комплекс мероприятий, приходите на презентацию, я все расскажу. То есть, мы... Вы нас пригласите, мы придем. Да, с запуском кошелька мы вот как раз очень долго как бы ждали запуска кошелька и проводили параллельно такую предварительную работу на выход на англоязычные рынки. И наши ожидания такие, что мы можем вот за ближайший квартал удвоиться в плане там верифицированных пользователей, да. И в основном это будет англоязычный рынок, ну, то есть, рынок Индонезии, Индии, Филиппин, Вьетнам, Египет и так далее. И, соответственно, скажем, это повлечет за собой быстрый выход на листинг на бирже. Листинг на бирже повлечет за собой спрос. Ну, мы этим занимаемся пять лет, у нас есть опыт. Почему биржи будут нас, скажем, с удовольствием принимать к себе за счет, ну, вот, большого растущего комьюнити. И в этом есть определенный опыт, понимание, как это все делается, да, там, с технической точки зрения. И на сегодняшний день подготовка идет полным ходом. И, соответственно, вот, оптимистичные, скажем, прогнозы по рынку, все это в совокупности нам придает какую-то определенную смелость в наших решениях, что мы, ну, там, в конце апреля закроем уже продажи доли, закроем продажи токенов, да, там. И, соответственно, мы хоть и будем, там, условно, в больших объемах продавать токены уже на вторичном рынке, но за счет большого роста охвата рынка и, ну, привлечения большого количества бирж, там, ну, и трейдеры или инвесторы, они хотят покупать что-то растущее. Ну, и плюс сам весь рынок будет, как бы, расти. Ну, и если вы следите за доминацией биткоина, да, то там по техническому анализу видно, что альткоины будут в приоритете в ближайшие несколько месяцев. Ну, и, соответственно, такие недооцененные, там, скажем, проекты, начинающие проекты, они имеют, ну, огромный потенциал. Ну, имеется в виду, в частности, наш токен АВТ, я вообще предполагаю, что мы можем в ближайшие шесть месяцев вырасти, там, X10, да, там, до двух, там, двух с половиной долларов. В общем, ребят, у вас еще есть четыре недели для того, чтобы приобрести его по текущей цене. Иначе вы все равно его приобретете только дороже потом на общей бирже, ну, на какой-нибудь бирже. Прилагаем все усилия, чтобы это произошло. И, да, вот у нас, вот на презентации я буду озвучивать, что вот Sunrise программа, то, что я озвучил, что уже начисления по продаже токена в накопительные уже произвелись. И вот прям, можно сказать, с сегодняшнего дня продажи токенов с кошелька начисление будет идти на кошелек. Продажи токенов с накопительного начисление будет идти на накопительный, да, там, может быть, для таких активных партнеров это тоже возможность там подзаработать немного дополнительных денег. Понятно. Если деньги пришли со стороны, то партнер, который пригласил человека, он получит вознаграждение сразу на кошелек. Если продал партнеру, который находится уже в Амир Кэпитал, является инвестором, и партнер купил из накопительного счета, то пригласившему пойдут вознаграждения сразу на накопительные. Все верно? Да, совершенно верно. Мы вот как раз и планируем, что вот ряд, вот этот комплекс мер, который мы предпринимаем, да, там, в том числе и антикризисная программа, да, там, как раз нам поможет очень быстро, как я говорил, выйти из реабилитационного периода и уже на полную мощность, уже там в мае, в июне выйти и, соответственно, развиваться согласно нашим планам. То есть, да, из-за вот всей этой ситуации мы немножко по срокам, скажем, отстаем, но мы вот оптимистично смотрим, что до конца лета мы нагоним все упущенные сроки. И вот, как я говорил, сегодня на планерках по некоторым проектам появились прям новые колоссальные идеи. И вот ситуация, которая нас заставила, скажем, затянуть пояса, засучить рукава и включить, скажем, дополнительные наши мозговые, скажем, возможности, дали такой очень, ну, прорывной такой, скажем, результат, да, там, что появилось очень много хороших, свежих идей по всем проектам. Ну, сегодня я прям, какой-то был такой день, что что не планерка, то какое-то новое открытие от планерки к планерке. И айтишники ребята тоже обрадовали. Марат Амирович, я вижу ваше позитивное настроение, но все-таки давайте еще, говорим, 4 минутки ваше время я отниму и время эфира приземлю немного на те вопросы, которые интересуют нас сегодняшний день. У некоторых инвесторов зависли средства на P2P-площадке, и до сих пор они не вернулись на счета накопительные. Можно по этому вопросу написать объяснение в официальном канале, либо когда будет решен вопрос, или вы сейчас можете ответить на него? Мне ребята сказали, что какое-то количество еще висит, и оно в обработке. Ну, и в ближайшее время, в кратчайшие сроки будут возвращены, и все в работе. И сейчас вот прямо вопрос, я поняла. Вот сейчас задам вопрос, о котором я долго думала, стоит ли его задавать в прямом эфире или нет, но мне вот, наверное, хочется. Можно ли на сегодняшний день... Да понятно, я просто боюсь, что айти-служба будет опять завалена, и мы опять будем разгребать. Возможно, надо ли сегодняшний день поменять партнера и амбассадора? Мне бы хотелось все-таки удержать те правила, которые мы приняли. И это, наверное, все-таки в юрисдикции амбассадоров. Если амбассадоры большинством голосов примут решение о том, что это возможно, то мне придется, скажем, подчиниться. Но мое личное мнение, чтобы... Понятно, что в период кризиса накопились какие-то претензии, обиды, и, может быть, даже остро так, скажем, всплыли в момент этого кризиса. Ну, наверное, одна из миссий или ценностей Амир Кэпитал именно в том, что мы находим, в любом случае сохраняем отношения, находим общий язык и возможность, скажем, счастливого сосуществования при всех, скажем, разногласиях. И здесь я многих партнеров прошу, например, ниже стоящих, которые недовольны вышестоящими. Наоборот, я говорю, вот ты же считаешь, что вышестоящий он плохой, а ты хороший. Соответственно, я хочу твоими руками вышестоящего сделать хорошим. И вот в этом и есть как бы миссия Амир Кэпитал, что там вышестоящие помогают ниже стоящим, там, ниже стоящие помогают вышестоящим, да. И мне бы хотелось все-таки удержать те правила, которые мы приняли, и если даже делать какие-то, может быть, исключения, ну, в очень каких-то там, ну, прям совсем экстренных, серьезных каких-то случаях. Ну, это мое личное, ну, как бы, субъективное мнение. А так, я думаю, что Илья Генс, руководитель Санрайс-программы, может вынести это на собрание амбассадоров, и как, ну, поднять этот вопрос и путем голосования, ну, принять какое-то решение в этом направлении. Марат Амирович, большое спасибо вам за выход в прямой эфир. Не все вопросы, конечно же, я успела задать, но, тем не менее, перенесем их на следующий криптомир. На следующем криптомире жду вас, как всегда, с отличным настроением, с классными новостями, с позитивными новостями. Они сейчас очень нужны всем нам, в том числе и вам. Да, большое спасибо, Светлана, за эфир. Слушай, да, сегодня прям вот хороший день и заканчивается таким хорошим эфиром тоже. Надеюсь, да, что мы будем теперь только вас радовать, радовать, радовать. Мы выздоровели, гипсы сняли, теперь там быстро пройдем реабилитационный период и уже войдем в стадию развития. Ну, вот, как говорят на криптоязыке, пристегивайте ремни, взлетаем. И полетим в космос. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Хорошего вечера. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.